Всем привет! Сегодня у меня на обзоре нестареющая классика. Это Immokazio Powerbill 115SP. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина fmagazin.ru Характеристики данного составника составляют размер 115 мм, вес 13 г. Приманка заявлена как суспендер, но понятно, в зависимости от тройников, в зависимости от каких-то внешних факторов, он может как медленно всплывать, так и медленно тонуть. Ну и естественно, быть идеальным суспендером он тоже может. Здесь у меня уже давным-давно стоят неродные тройники. Хвостик я тоже сам переделал. Изначально там вообще странная система была с двойником, который цеплялся за хвост. При поклёвках хвост травмировался, постоянно отрывался. В общем, непонятно, зачем такое сделали. Видите, уже и глаза нету с одной стороны. Но, кстати, обратите внимание на лакокрасочное покрытие. Оно до сих пор сохранило такой достойный вид, несмотря на дикое количество поклёвок. Ну, понятно, есть, конечно, коцки от тройников, от щучьих зубов, но всё с ним в порядке. Также стоит обратить внимание на металлический шарнир. Всё с ним тоже в порядке, отлично работает. Знаете, как у приманок Lucky Craft есть модели, они идут с приставкой Life, и там вот сделаны эти шарниры на проволоке металлической. И многие жаловались в своё время, что при поклёвках просто отлетает часть приманки. Здесь такого нету. Лопатка довольно-таки крупная. Естественно, за счёт этого приманка очень упористая. На реке, честно говоря, некомфортно на него ловить. Ну, возможно, но некомфортно. Тем более, и ход такой вот короткий, и заброс против стечения превращается прямо в какую-то вечность у него. Поэтому лучше всего ловить на данную приманку в стоящей воде. Заглубление у неё где-то порядка метра, плюс-минус. Ну, ещё зависит от каких-то внешних факторов, от толщины шнура, например. Ну, я вот так бы описал. Около метра. Приманка идёт сама по себе. Она слегка какая-то есть акустика у неё. Ну, скорее она тихая, чем шумная. По поводу игры и по поводу проводки. Можно применять как равномерную проводку. У неё тогда такая размашистая ёлочка получается, красивая на самом деле. Ну, а также классический твич. На твиче игра очень привлекательная, хаотичная. Где-то он рыскает из стороны в сторону, где-то какие-то кувырки совершает. В общем, очень интересно. Иногда смещается и по вертикали, где-то глубже, где-то к поверхности поднимается. И на щуку такая игра очень положительно действует, провоцирует на атаку. Притом можно ловить и пассивную щуку, и активную на него. В этом плане вообще никаких претензий нету к данной приманке. Единственная претензия к ней – это полётные характеристики. Ну, наверное, тут минус большинства свимбетов. В принципе, как я использую для облова кромки водной растительности, мне хватает полётных характеристик. Ну, иногда, конечно, при ловле против ветра начинает парусить приманка, куда-нибудь в сторону улетать. Ну да, есть такие неприятные моменты с ней. Ну, а в основном, в остальном только позитив. Такая вот классная, нестареющая классика – Powerbill от Imokatsu. Ссылку на данную приманку я оставлю в описании под этим видео. А на этом у меня всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Есть! Первый заброс на Imokatsu – Powerbill. И схватилась щучка небольшая. Уже потемнело, решил поставить что-нибудь поярче. Как раз Powerbill – такой вот тигр рыжий. Ну, как-то не крупная щучка. Ну, как-то не крупная щучка. Использусь поразил. Использусь.